Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как с помощью сервиса Magic Import.io можно извлечь данные со страниц сайтов в интернете. Такой процесс сбора данных иногда называется скраппингом, парсингом или дата майнингом. Сегодня я буду говорить о тех данных, которые можно найти на страницах сайта, в том числе и через поисковик. Import.io позволяет извлекать данные со страниц в интернете и сохранять их в таблицу или файл с данными для последующего использования в своих целях. Import.io – это бесплатное приложение, похожее на браузер. В нескольких словах о том, как это работает. Для извлечения данных с нужной страницы сайта пользователь вводит прямую ссылку на эту страницу и показывает Import.io, какие именно данные нужны. Система имеет алгоритмы обучения, когда по нескольким примерам определения данных пользователям Import.io собирает всю информацию уже самостоятельно. Данные, собранные пользователем со страниц сайта, хранятся на сервере Import.io и могут быть загружены в виде таблицы Excel, Google Sheets или как CSV или JSON файлы. Продвинутый пользователь может сгенерировать API, что позволяет интегрировать сторонние данные в свой проект, при этом изменения будут вноситься автоматически в реальном времени. У сервиса Import.io есть упрощенная версия, Magic Import.io, когда необходимо ввести только ссылку. Об этом я и расскажу сегодня. Нажимая на Show Examples, переходим на страницу упрощенной версии, где можно увидеть примеры, которые дадут полное представление, какие данные можно собрать со страниц сайтов. Один из них – это пример со стульями IKEA. Для того, чтобы было наиболее наглядно, я покажу пример с самого начала. Допустим, вам нужно собрать данные о всех стульях, которые продаются в IKEA. Возможно, вам нужны эти данные для вашего проекта и для личного использования. Для этого перейдем на сайт IKEA и в поисковой строке пишем «Стулья», после чего видим результаты. Скопируем адрес результатов поиска, вставим его в Magic Import.io и нажмем «Gate Data» – «Получить данные». Спустя мгновение у нас появилась таблица. В таблице есть фото каждого стула, ссылка на страницу с описанием, название стула и его стоимость. Мы можем удалить ненужные столбцы, а также переименовать их. Теперь мы можем поделиться ссылкой на данные в социальных сетях, а также скачать таблицу в формате CSV. Либо открытую страницу, либо все данные объемом до 20 страниц. Также можно просто нажать на Copy Data, чтобы скопировать данные. Их можно вставить, например, в Google Таблицу, где потом можно удалить лишние данные и привести таблицу в порядок. Для того, чтобы получить API, необходимо воспользоваться полным функционалом в приложении Import.io. О нем я расскажу в одном из следующих видеоуроков. Рассмотрим еще один пример. Допустим, необходимо узнать, какие новости и статьи выходили на сайте Теплицы в апреле этого года. Для этого зайдем на наш сайт и откроем какую-нибудь новость. Обратим внимание на вид адреса страницы. Его легко можно изменить на нужный, указав месяц и год. Скопируем эту ссылку в Magic Import.io и получим нужные данные. То есть те новости, которые публиковались именно в апреле. Таким образом, Magic Import.io является простым онлайн-инструментом для извлечения данных со страниц в интернете без знания программирования и использования программ или плагинов. А в одном из следующих видеоуроков я расскажу, как визуализировать полученные данные. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ